Одну навигацию. Как проходит подготовка к этому экстремальному путешествию, решил узнать Вадим Белогин. Вот на этой яхте Петр Первый в начале июня 8 отважных мореплавателей отправятся в Арктику. Все спортсмены молодые, не семейные, кроме капитана. Правда, и его даже к людям среднего возраста не отнесешь. Даниилу Гаврилову всего 25. Он уже бывалый мореплаватель. Впервые на борт яхты вступил, когда ему было 4 года, а в 18 уже стал капитаном. Именно Даниилу пришла мысль совершить первое подобное кругосветное путешествие по Арктике. Идея родилась достаточно давно, еще в 1999 году мой отец ходил на яхте «Апостол Андрей» по 7-м пути. Собственно, из последних незанятых рекордов мира осталась кругосветка по Арктике. Никому это не удавалось. Многие яхты пытались, но не получалось. Ну, как бы проанализировав за последние 20 лет ледовую обстановку, что творилось у нас, что в Канаде творилось, ну, как бы есть шансы. Большие достаточно. Во всяком случае, на этот год, ну, что сейчас уже, какие планини образовались, ну, лучшая за последние 3 года ледовая обстановка. Экипаж Петра Первого, 7 юношей и одна храбрая девушка Елена Соловьева. Но в ней, как и в остальных членах своей команды, капитан уверен на все, даже не 100, на 200%. Я ходил с этой дамой. Специально ее и хотел взять себе в экипаж. Потому что достаточно опытный яхтсмен, народ ее слушается, что еще надо. И в сложных ситуациях она меня никак не подводила. Штормовые рифления, там, швартовки ночные, туманные. Вообще великолепно себя ведет. Все готовы, все с парусными правами. Все, кто-то в чем-то специалист, кто-то сварщик, кто-то электрик, кто-то там подводник. Ну, в удалов смысле. Люди с рабочими специальностями были просто необходимы. Ведь, по сути дела, яхту перед тем, как отправиться в плавание, пришлось перестраивать практически заново. Лодка строилась, естественно, по чистую воду. Мы ели до кол. Задачи маржевого салета у нас нет. Но, скажем так, мы готовились, естественно, к тому, что там придется штурмовать перемычки ледовые, где-то до 3-4 баллов. Но вот этого никуда не деться. Лодка усилена, у нее есть три водонепроницаемые переборки, подка усилена. Поэтому, если я встречу себе льдину, которая не бьется на водаре, и пропарю себе, допустим, первую треть корпуса, ну, ничего с лодка не произойдет. Затопится отсек, откачаем его, заварим. Технические характеристики яхты, может, и не покажутся очень значительными. Длина – 18,5 метров. Ширина – 4,5. Водоизмещение – 30 тонн. Более подробно все рассказал один из матросов, Сергей Мурзаев. Она была построена в ее втором году, в честь 500-летия открытия Америки Колумбом. Она прошла в Атлантику, была переоборудована в круизную яхту, и вот ныне собирается уйти в Арктику. Чтобы посмотреть, как обустроен быт экипажа, чем будет жить эти полгода, добро пожаловать на борт Петра Первого. Спасибо. Отказываться от приглашения мы не стали и смело шагнули на борт. Мы находимся сейчас в рубке яхты, где будет располагаться навигационное оборудование, компасы, компьютеры. Также находится здесь второе управление яхты, второй шуровал. Рядом с рубкой – каюта капитана. Обстановка более чем спартанская. Идем дальше, в кают-компанию. Кают-компания и яхты. Здесь происходит сбор всего экипажа. Также здесь происходит отрапитничество. Ну, коль скоро речь зашла о вкусной и здоровой пище, идем на камбус. Ну, в камбусе все предусмотрено. Дизельная печка, плита, рукомойники. Ну и, в принципе, все, где будет располагаться полностью наша еда и наши тарелки, ложки, вилки. Также здесь предусмотрена будет микроволновая печь и все удобства для приготовления трапезы. Краткая экскурсия подходит к концу. В завершении – резюме. Здесь находятся все паруса яхты. Здесь находится кубрик на четырех человек, как я уже говорил. А слева у нас находится душ и туалет. Это предусмотрено, потому что в море мы будем находиться между портами две-две с половиной недели. Поэтому обязаны будет присутствовать душ на борту. Уже 1 июля Петр I должен пришвартоваться в Мурманске. Затем на пути следования Диксон и Тикси. Американские порты Барроу, Кембридж-Бэй и Форт-Росс. Между прочим, бывшее российское поселение. Затем уже далее Гренландия, Исландия. Возвращение в Петербург планируется в середине ноября. Такой попадает раз в жизни, при том, что восстановление мирового рекорда. И такой слаженный довольно хороший экипаж на хорошей яхте. Вот этого стоит. Может быть даже, чтобы люди посмотрели на нас и сказали, что мы тоже хотим. И пришли тоже в парусный спорт. И начали заниматься. Что придает этому переходу спортивную составляющую? В эти же дни свое аналогичное арктическое путешествие совершат и норвежские яхтсмены. В этом заочном соревновании экипаж Петра I и надеется победить.